друзья всем привет вы на канале андрей и юля и ребятки вот все знают батуми все знают кабулет или квариати у реки даже кто-то знает а кто знает анаклию кто был в анаклии сашка был анаклии мы тут уже много-много лет но в анаклии так ни разу и не побывали вот не довелось поэтому сегодня правда погода так себе мы ребят мы решили поехать и посмотреть на разведку что такое анаклия что-то можно делать и вообще может ли она составить какую-то конкуренцию батуми либо кабулете какие там пляжи и там аквапарки в общем там очень много интересного поехали с нами поехали заезжаем в пути вот такие вот здесь домики интересная хороший городок мне нравится поди но не такой развитый как батуми конечно мы едем через какое-то село решили огрызки скормить хрюшки на вот вот этот треугольничек чтобы не залазил на чужие дворы территории между досками не прошла до начинаются здесь такие места где коровы лошади свиньи по дорогам хотя кстати ребят тут как-то в грузии очень мало по дорогам ходят курей свиньи ходят коровы ходят лошади ходят а вот куры гуси и вот такие вот что-то вот мало наблюдаем территории проезжаем речки 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 вот так вот мы едем в сторону зугдиди сам зугдиди проезжать не будем проедем недалеко от зугдиди скажем так такие классические домики двухэтажные друзья но мы приехали вот пожалуйста анаклия ну как-то тут людей вообще не густо и на мы приехали посмотреть анаклию первый раз жизни а где люди номера номера ну как-то не ходят мало людей разгар сезона начинается после 15 июля июля да 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 и поэтому сейчас все это разгоняется вот видите вот отдыхающие грузии а он уже работает сколько а что тут можно еще что можно посмотреть аквапарк вот здесь вот крепость а насто века это самый длинный пешеходный мост в европе притяженцы 550 метров так и что прям как гид на все все вот ресторан хороший ресторан вот туда и цены такие доступные конечно вкусная еда ну это комплекс такой а кто тут туристы основные грузины ну со всех сторон со всех стран как же ссср но сюда наверное немного доезжают и нас иностранцы не мне почему здесь у нас такой хаб получается зубри где-то сон или если по вместе в едет конечно и вот сюда люди не жают а все вот здесь у нас еще есть туре есть такая местность неизменность какая как амазонии можно так сказать а и там тоже есть такой сервис прогулка на каяках прогулка на катере и на понтоне центры что такие все понятно спасибо ща будем все снимать там камни удачно остановили людей но вам практически все рассказали ну и нам тоже есть свои достопримечательности из самый длинный мост по которому сейчас пройдемся жалко у нас нет дрона так бы можно было бы здесь красиво полетать ух ты вы посмотрите что там да ребят если посмотреть на карту я сейчас постараюсь вывести на экран то совсем рядом здесь вот оккупированная территория абхазия ну вот совсем совсем рядом буквально может километр если перейти на ту сторону поэтому мостику видите аквапарк уже видно и там дальше может километр и уже скажем так граница видно что в анаклию конечно инвестировали деньги в свое время ну смотрите какие мосты здесь построили отели аквапарк самый большой в грузии качели где гигантские горки не качели просто качели просто там высота столбов 8 метров а далеко отсюда сейчас пойдем а скажите еще я читал что китайцы строят какой-то порт это чуть подальше вот вот сейчас по бульвару пройдетесь и как раз на территории порта и наткнетесь то есть там стройка идет уже полным ходом но в землю же как начнется звук дидим местью постоянно езжу а вот анакли как ты не заезжал первый раз заехал у нас такие то есть там у нас кухня мигельская кухня же славится а у нас приправа такая своеобразная экологически чистые продукты и что немаловажно очень доступна цена то есть у нас через когда один раз туда приезжает они как правило потом начинает прийти к нам есть у нас тишина для семян на отдых и сама но а кому надо что-то там повеселиться там оторваться можно так сказать здесь у нас ежегодно проходит электронный музыкальный фестивали и вот туда молодежь а когда он проходит в этом году у нас получается второе третье четвертая по моему августа и начало мы еще будем в грузии я думаю можно приехать то есть четыре дня до из дня три дня а где это будет происходить там острова лично а качели а вот там все я вижу сейчас туда подойдем такая классно набережная и вот в батуми если сейчас выйти на набережную там просто не пройдешь людей много все туда едут она длинная до набережная получается получается вот оттуда через этот мост на чуть подальше и чуть подальше через этот мост на ту сторону пусть я но тут же рядом это уже граница брали оккупированной территории ну а там как проблем нет с этим всем ну я не знаю тишина здесь покой здесь никто никого не трогает так что люди могут смело приезжать и смело отдыхать в этом плане все здесь у нас чисто как видите я вас оставлю все спасибо большое да до свидания удачи ну как тебя сашка первое первое впечатление отдых вот ребята здесь отдых ну реально вот я чувствую себя умиротворенно нету гор туристов нету небоскребов каких-то вот которые давят тебе на голову мы сейчас вот прикольный мостик мы туда сейчас пойдем мужчина сказал что вот это вот вот это вот здание непонятные формы это ресторан но правда не похож он работает так а мы идем к песочному пляжу и посмотреть здесь какой же тут пляж какое здесь море ну понятно есть для детей куча всего от машинки какие-то батуты мы как это на грузинском правильно скажите мимо сикварули но она клея сикварули любой же какие-то кафешки отели можно было сюда подъехать кстати пустая набережная собаки и вот полупустой пляж песчаный а вон качели друзья вот огромные высокие качели там ажоба вам нравится она клево все почему а почему этом а сама море грязная ну ватуми тоже не очень честно народу много да вот видите грузины говорят море не нравится море грязное батуми тоже грязное море честно говоря вот песок песок какой-то серый даже может не магнитный но рядом лежал чем-то мне напоминает как как поте кукурузу продают вот так песок камушек ну это здесь песок камушек оттуда я смотрю камушек батуми лучше другое другой сразу глубина 3 метра они уже стоят по шею для детей наверно не очень подходит эта ситуация по большому счету здесь тоже камни просто немножко завезли песочка да так себе такой маленький парк пальмы это нам еще пирс и вот смотрите там еще что-то строят что там чем непонятно что-то надо будет проехать а вот это качели это самые высокие качели наверное в грузии 8 метров мужчина сказал здесь вот такое ремни безопасности давай ну что клуб круто а ты плакал не хотел держись тут можно вот помыть ноги от песка здесь можно разложить свою палатку ну неплохо в деревьях вот тебе пряж первая линия охрана все есть полиция тебя охраняет она днр а это спасатели есть кафе магазины кита ну и вот так вот можно палатку и там кто-то даже отдыхает еще друзья смотрите как здесь можно припарковать свою яхту все от волны закрыта вот один человек поставил свою лодку и никого больше нет ну можно убрать конечно эти все водоросли и будем переходить на другую сторону анаклии вот как гласит википедия в анаклии проживает 1300 жителей вот это считается город мостик конечно же устал нужно покрытие менять доски видно что хотели с анаклии сделать какой-то курорт раскрутить но что-то пошло не так друзья вот кто местный кто в анаклии бывал бывает расскажите вообще как как вам анаклии пишите в комментариях может нам будет интересно почитать про этот город и вот мужчина сказал что это ресторан считают не может быть похоже какая-то вышка аэропорта для диспетчера там похоже какой-то большой отель строят так друзья я посмотрел на карту вот вот это остров понятно да вот мостик какой-то пешеходный должен был быть ресторана теперь эти ребята рыбу ловят какой-то пирс получается ну тут тоже песка завезли ну надо же разделить как бы тут песочный тут каменный но строят видно качественно смотри какой кирпич не какие-то там блоки а вот серьезный кирпич нормально такая стройка ну я думаю это все поубирают не будет так возле такого а вон визуализация тут уже можно ремонт и делать сегодня просто воскресенье наверно никто ничего не делает но а да идет а стройка идет безбожные люди по воскресеньям работают слушать охрана там стоит все ваня бедный кораблик выбросил его тут погибает так друзья жара неимоверная мы тут просто сейчас зажаримся вот поближе этот борт а что это будет отель квартиры сколько будет этажей 10 а кто это строит как за строчка называть лазика резиденс да я понял интересно спасибо в общем отель и апартаменты 10 этажей ну уже электрику делают друзья уже скоро будет готова water park 70 лари за двоих по 35 лари за человека ванька бесплатно то что мы забыли свой круг дома а нам выдали любезно смотрите прям как в отеле все включено это надо надевать это такой ремешок давай же надене ну на улице друзья такая жара что просто хочется сидеть в бассейне и не было в общем тут один гардероб для женщин я так понимаю вот это юль да а второй гардероб для мужчин ваня нам дальше вань пошли давайте я проведу экскурсию по этому самому большому в грузии аквапарку здесь есть вот так то вот лежаки вот такие вот это деревянные я бы не сказал что они удобные полотенца здесь не дают ну то что с собой привозите честно говоря мы не планировали в аквапарк но мы на всякий случай взяли с собой купальники там ну грузия это обязательно всегда это полотенце поэтому у нас все нормально в этом плане здесь кафе и можно что-то выпить даже делают пиццы я смотрю давайте сразу узнаем сколько что стоит чекен 10 греческий салат 10 цезарь 15 пицца папироне 25 пицца маргарита 25 американо 6 есть еще айс крем вот картошка при 5 чекен сэндвич 10 такие цены есть также пиво есть также соки вода так это детская зона здесь вот есть такое ведро который периодически переворачивается так вот все брызгает чем мне нравится этот аквапарк потому что здесь не нужно стоять в очередях ребята если ты хочешь проехаться по какой-то горке правда вот это почему-то не работает здесь совсем немного людей полупустые бассейны вот понятно да ванька уже плавает в бассейне с юлей эта горка тоже не работает то есть работают не все горки берете себе такую плюшку залазите на самый верх и там вот но есть какие-то горки которые работают здесь вот с бассейна идет вот такая ленивая река вот какие горки здесь работают унитаз ну еще вот раз два какие-то давайте воду попробуем ребят вода теплая но градусов 27 28 понятно жара такая на улице 31 уже 32 наверное неожиданная такая себе находочка ванна клей то есть мы знали что здесь автопарк и ну как-то он оказался и касса лучше чем я ожидал идем другую сторону направо идем что же там нам тоже горки и похоже что они работают сюда можно прямо подъехать на машине мы запарковались с другой стороны моста с левой стороны она клей получается что она придется обратно идти туда еще пешком тут какой-то вот водопад смотрите а он юля и ваня здесь шезлонги они другие шезлонги вот такой вот еще лаунж зона можно посидеть вот джакузи даже есть ребятки чего себе вот так вот это интересно здесь друзья это ленивая река она сюда приходит и вот такой еще взрослый аквапарк и это всего лишь два часа езды от батуми и меньше двух часов езды от кутаиси ну а до аэропорта кутаиси прошли на обед в кафе заказали куб дарри 10 лари сэндвич куриные ванни 10 лари картошка при 10 лари кола по 3 лари цены нормальные для аквапарка такой отдаленности это единственный ресторан конкурентов ноль поэтому очень даже хороший он он и и и и и и и и и Мы уже пятый час в этом аквапарке проехали по всем горкам. Я вам хочу сказать, что очень круто здесь. Для сравнения, есть аквапарк, к примеру, Чакви, возле Батуми. Туда вход стоит, кажется, 80 или 90 лари. Поправьте, если я не прав. И он не такой крутой, как здесь. Там нет столько классных город. А мы сюда ехали 2 часа. На дорогу потратили, на нашей машине, 35 лари где-то. Ну, 250-260 километров. Смотрите, Ваня с ума сходит. Уже час носится туда-сюда. Эту горку тоже включили, кстати. Единственное, что Ваньку не пускают на эти горки. Ну, понятно, он маленький. Ванька только здесь, в бассейне, вот там под водопадом, ну, и ленивая река. А это все для взрослых. Не работает только вот эта горка. И вот там желтая гора не работает. Как по мне, самая лучшая горка, это вот там дальняя. Вон там, вот эта желтая. Не знаю, как ее назвать. То есть вы вверх, а потом спускаетесь вниз. Кстати, аквапарк работает с 11 утра до 7 вечера. Цены в кафе вполне доступные. Кубдари рекомендую здесь взять. Кубдари за 10 лари. Можно вдвоем покушать. Картошка фри. В общем, нормально. Можно перекусить. О, боже. Ваня, домой поехали? Нет. Понятно. Нам очень понравился аквапарк. Мне кажется, это был самый теплый аквапарк в моей жизни. Обычно это зимой где-то холодно, мы мерзнем. А тут просто вот вода, молоко вылазить не хочется. Ваньку еле вытащили с этих детских горок. Так, друзья, это нам сказали, что какой-то театр. Вот это вот. Анакли, да? Село 1300 людей. И самый большой аквапарк в Грузии. Почему Батуми не сделает такой аквапарк? У нас такая мысль созрела. Ну, то есть есть там какие-то жалкое подобия. Это на новом бульваре. Есть чакви какой-то маленький аквапарк. Вот. Но в Батуми так вырос, все строят. И вот аквапарка нет. И вот интересно. Вот это вот Абхазия, да, отделилась. Вот как сейчас там? Так же, как в Батуми? Как оказалось, власти Грузии начали быстрыми темпами развивать курорт в 2010 году. Однако после смены власти в 2012 году в столице Анакли совсем забыли. Надежды, которые вновь зародились в 2016 году, когда здесь началось строительство глубоководного порта, не оправдались. Проект, от которого ждали многомиллионных инвестиций и тысячи рабочих мест, и даже геополитического прорыва, был остановлен в 2020 году. Из-за спора между инвесторами и правительством Грузии. Вместе с приостановленным проектом остановилась и жизнь самой Анакли. В общем, решили проехаться по Анакли. Какой-то непонятный церковь, храм. Такие вот отели неплохие. Ну, понятно, поросята бегают туда-сюда. Вот. То есть я подозреваю, что цены здесь, конечно же, ниже, чем в Батуми. Вот можно снять какой-то гестхаус. Вот такой вот, можно отельчик тоже. Сашка, как у тебя, в принципе? Три этажа. Вот. Можно купить здесь. Также старый дом, вот, продается телефоном. Неплохо так, мне кажется. Но, конечно, все говорят, что все спокойно, все хорошо. Ну, что, друзья, ну, вот эта граница, два километра от этого места. А там, мало ли, вдумает кое-кому и попрет дальше. Не хочется здесь, конечно, вкладываться. Вот, наверное, здесь и поэтому, собственно говоря, прекратили особо-то инвестировать. Только китайцы не боятся порт строить. Смотрите, я вам сейчас покажу, друзья. Вот дорога. Вот здесь, вот там дальше, два километра отсюда, есть такое место. Ребят, вот такое место. Мама, ты посмотри. Вот такое место есть, вот такое место. Два километра отсюда. По этой дороге нас ведет. Но эта дорога оборвалась вот таким вот, каким-то обрывом. Наверное, китайцы уже что-то строят, уже что-то загородились. А вообще вот такое место. Ну, ты же понимаете, что... Просто космос. Я так хотел туда проехать. А дальше? Есть заезд? Решили ехать. Уходите, коровы. Может быть, проедем. Ну, тут такая грунтовочка. Там, похоже, что может, есть какой-то мостик. Посмотрите, кто-то что-то себе строил. Представляете, какой планировался быть особняк. Вообще. Короче, друзья, тут полиция, что-то водитель объясняет, что, скорее всего, туда ехать нас не получится. Сейчас спросим, конечно. Ну, что-то подозревают, что нас никуда не пустят. В общем, нас туда не пускают. Где? Ага, вот можно через Эргета заехать. Эргета и туда, да? Ага. Назад? В общем, едем в Эргета. А потом, ну, попробуем. И вот нам охранник сказал, что там территория порта уже, туда ехать не получится. Но можно туда поехать через село Эргета. Вот нам он дал точку. Вот она, клея. Смотрим, да? А вот село, вот Эргета. Вот, видите, Эргета. То есть, получается, нам нужно сейчас вот выехать на эту дорогу. По этой дороге ехать в сторону, ну, туда Зугдиди, Батуми. А потом нам нужно по вот этой вот проселочной дороге заехать в Эргету. А с Эргеты ехать к этому памятнику. Вот к этому, друзья, который Тауэр называется, этот памятник. То, что мы хотели проехать. Но это, ребятки, это нам нужно ехать, ну, наверное, больше часа, часа полтора. Потому что там плохая дорога, скорее всего, нам. Поэтому сегодня мы туда не попадаем. Но, может, в следующий раз. Или, если вы будете в этом, в Анаклии, то можете вот через Эргету заехать к этому. Вот памятнику архитектуры, монументу. Но пока вот китайцы заняли, в общем, строят порт. Нам туда нельзя. Вот так вот. Поэтому сейчас едем уже домой. Друзья, ну, по Анаклии давайте пока мы тут медленно едем. Два слова. Жена. Скажу, что плюс в том, что мало людей. Ну. Есть аквапарк классный, которого нет даже в Батуми. И цены хорошие. Ниже. Ниже. Ну, все то же самое, что Юля. Плюс для меня это было новое место. Это интересно. Потому что, ну, почти всю Грузию уже объехал. Там не считая Тушетью, может, я не был там в горах высоко. А так всю Грузию объехал. А вот в Анаклии не было. А сейчас я побывал в Анаклии. То есть галочку поставил. Мне понравилось. И если вот так спокойно отдохнуть, без суеты и без туристов, то вот в Анаклии можно ехать. Как мне кажется. Что ты скажешь? Двоякие ощущения. Вроде все настроено для того, чтобы здесь было много людей. Но людей нет. Может быть, в сезон будет побольше. Ну, нам сказали с 15-го, с середины июля. А, сегодня какой? Сегодня уже середина июля. Вообще-то сезон уже должен начаться. Но мы здесь видели немцев. Мы здесь видели, ну, в общем, иностранцев. Много грузин. И есть. Ну, были русскоязычные. Ну, как бы люди есть. Ну, не много. По Анаклии вопрос закрыли. Рекомендуем приехать, посмотреть. Интересно. Рекомендуем очень посетить аквапарк. Это 100%. Самый большой в Грузии, напомню. Тут есть отели тоже неплохие. Да. Большой территорией, бассейнами. Ну, на хорошие отели. Отели можно снять. И пару дней здесь выходные точно просидеть. Спасибо, что были с нами. Лайк, подписка. Подписывайтесь на наш телеграм. Там мы все дублируем. Плюс там еще будут какие-то интересные, ну, интересная информация, что не попадает на YouTube. Все, друзья. Пока. До встречи. Пока.